Каким был этот день знает команда UATV. Подводим итоги и вот о чем будем говорить. Большое дело против экс-президента Виктора Януковича и его окружения вскоре передадут в суд, уверяет генпрокурор Юрий Луценко. Ничто не забыто. Правозащитники собирают доказательства военных преступлений в зоне АТО и в Крыму. Найдите Эрвина Ибрагимова. С таким призывом вышли активисты под посольство России в Киеве. До конца этого года большое дело против экс-президента Виктора Януковича передадут в суд, заверил генпрокурор Юрий Луценко. Бывшего главу государства и его преступную группировку обвиняют в государственной измене. В частности, узурпации власти, развалий украинской армии и СБУ, разрушение информационной безопасности страны, нанесение огромного экономического ущерба, а также переходе на сторону врага. Сейчас делом Януковича занимается новосозданное управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Кроме того, генпрокуратура разработала изменения в закон о заочном судопроизводстве. Вскоре их подадут на рассмотрение парламента. Обеспокоены свободы СМИ в Крыму и на Донбассе и в Евросоюзе. Глава украинского представительства Хьюг Мингарелли призвал российские власти немедленно освободить всех задержанных украинских журналистов на оккупированных территориях. Там боевики целенаправленно уничтожают свободу слова, преследуют медийщиков, в то же время отметил, что украинское законодательство среди самых прогрессивных в сфере защиты прав журналистов. Эксперты отмечают, ситуация с правами журналистов в Украине за два года улучшилась. Европа осуждает задержание российскими властями украинского журналиста Романа Сущенко. Его арестовали 30 сентября в Москве. Там он находился с частным визитом. Сущенко приписали шпионаж. Во время задержания на него психологически давили, говорят правозащитники, и не разрешили позвонить ни жене, ни украинскому консулу. Мы решительно осуждаем незаконные задержания в Москве Романа Сущенко и эти обвинения. Мы также очень обеспокоены нарушением свободы слова в Крыму. Мы все знаем, что сегодня украинский журналист Николай Семина задержан в Крыму за нарушение территориальной целостности России. Это очень плохая шутка. Задержание журналистов в Крыму и на Донбассе не редкость. Сотрудники ФСБ проводят обыски и задержания представителей СМИ. Ряд изданий попросту закрылись. Вынужден был покинуть оккупированный полуостров канал АТР. Ушел от преследований ФСБ в Украину и крымский блогер Юрий Ильченко. В сентябре силовики провели обыски в доме журналистки интернет-портала Эльмаз Абдувилиевой. Целенаправленное уничтожение свободы слова в Крыму, оккупационными властями, аресты журналистов. Самопровозглашенная там власть использует сталинские средства для запугивания не только медийщиков, но и всего населения. В то же время в Украине журналистам дышится все легче. На законодательном уровне усилили гарантии свободы слова. Введена уголовная ответственность за нарушения прав журналистов. Зафиксирована и положительная тенденция реагирования правоохранительных органов на нарушения прав медийщиков, чего не скажешь о качестве досудебных расследований. 2015 год. Очень простая статистика. 310 нарушений прав журналистов и 11 возбужденных дел по 171 статье. Мне даже страшно было спросить, а сколько из них доведено до суда. Это означает, что можно написать любые хорошие законы, но когда работает принцип безнаказанности, никто с этими законами не считается. Особый вызов для украинской власти – расследование убийства в Киеве журналиста Павла Шаремета. Ведь оно вызвало огромный резонанс в мире. Правоохранители говорят, прогресс есть, однако никакой информации не разглашают, чтобы не навредить следствию. Кроме убийства Шаремета, с начала года Институт массовой информации зафиксировал 26 нападений, 77 препятствий деятельности журналистов и 7 случаев цензуры. Ярослава Гурбик, Игорь Кыркадым, UATV. Шестеро украинских военных ранены в боевых действиях на Донбассе за минувшие сутки, сообщили в Минобороны. С начала дня зафиксировано 12 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Из них 8 на Мариупольском направлении. Возле Старогнатовки и Маринки боевики применили стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. А они подалеку Красногоровки и Водянова минометы калибра 82 мм. На Донецком направлении оккупанты стреляли в районе Авдеевки. По украинским позициям вели огонь одновременно из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем и минометов 120-го калибра. 109 украинских граждан находятся в заложниках в России. 495 человек считаются без вести пропавшими. В ближайшее время надеются на освобождение 47 украинцев. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. Кроме того, по его словам, Украина использует все возможные правовые механизмы для возвращения политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко из России. К решению вопроса подключили лучших юристов, представителей МИДа и силовиков. Также СБУ держит на контроле состояние заключенного Станислава Клыха. Напомню, столичного преподавателя истории обвинили в том, что якобы воевал в Чечне против России. Его приговорили к 20 годам заключения. Из-за тюремных пыток у него произошел нервный срыв. Адвокаты требуют экстрадиции и госпитализации заключенного. Тысячи зафиксированных фактов преступлений в зоне АТО и Крыму. Десятки найденных военных преступников. Таков результат расследований украинских правозащитников. Украинская хельсинская группа по защите прав человека создала специальный центр. Его задача – собирать доказательства нарушений закона на оккупированных территориях. Больше о его работе расскажет Юлия Кричкова. Десятки общественных организаций, украинских и международных, ежедневно фиксируют нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму. Привлечь виновных к ответственности, пока эти территории оккупированы, проблематично. Более реально будет по окончании АТО. Крайне важно предоставить мировой общественности как можно больше доказательств преступлений против украинского народа. Для этого правозащитники теперь собирают их специальную базу. Создана она, по примеру, других стран. Такие центры созданы во многих странах, которые пережили конфликты на своих территориях. Это и Хорватия, и Сербия, и Босния, и Герцеговина – страны, которые пережили тяжелые времена в центре Европы. И Украина вынуждена присоединиться к ним. Их проблема была в том, что информацию начинали собирать они слишком поздно. Мы делаем это уже сейчас. Сейчас в центре документирования работает всего семь человек – администратор, координатор, оператор и аналитики. Данные получают из разных источников. Уже опрошено более ста пострадавших. Проведены 34 полевые миссии в зоне конфликта. Открыты приемные во всех областях Украины. Благодаря им сотни свидетелей смогли сообщить о нарушениях прав человека боевиками. Также налажен автоматизированный мониторинг СМИ и соцсетей. Он помогает аналитикам центра искать преступников. В соцсетях на данном месте существует множество страны, людей, которые принимают участие в конфликте на востоке Украины. В ходе анализа этих страниц можно, помимо непосредственного информации о чете, выяснить также круг его знакомств. С тем он общается. По фотографиям определить, где, когда он находился. Если есть фото с шевронами и с военной техникой, можно определить подразделение, в котором он находится. Правозащитники надеются, собранная доказательная база в будущем будет использована при рассмотрении дел международными трибуналами и поможет наказать виновных в преступлениях. А пока данные передадут в специальную межведомственную комиссию. В соответствии с планом реализации национальной стратегии по правам человека до 2020 года, предусмотрено создание межведомственной рабочей группы по контролю за соблюдением международного гуманитарного права на оккупированных территориях и в зоне проведения АТО. Данные, полученные правозащитниками, будут крайне полезны для нас. Мы надеемся на тесное сотрудничество. Инициатор создания Центра документирования – украинская хельсинская группа. Создана она еще в конце 70-х годов прошлого века. Главной ее задачей был контроль за соблюдением хельсинских соглашений, которые гарантируют права человека. Советская власть репрессировала многих ее участников. Среди них был Вячеслав Черновол, Левко Лукьяненко, Василий Стус. По иронии судьбы, группе снова приходится отстаивать права людей, нарушенные приверженцами возрождения СССР. Юлия Крючкова, Максим Кондратенко, UATV. Российское вооружение и военные до сих пор находятся на Донбассе. Кремль продолжает поддержку сепаратистов, за что несет особую ответственность. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Толтенберг перед началом встречи министров обороны стран-членов альянса в Брюсселе, передает европейская правда. Он призвал Кремль отозвать свои войска и оружие с оккупированных территорий Украины, а также обеспечить работу наблюдателей. Заявил, НАТО продолжит давить на Россию до выполнения ею минских договоренностей. Найти Эрвина Ибрагимова. Такое требование выдвинули участники акции под российским посольством в Киеве. Они призвали политиков и международные организации повлиять на неправомерные действия Кремля. Активисты уверены, похищение члена Меджлиса санкционировали именно российские власти. К тому же это не единственный случай в Крыму. За период оккупации полуострова России без вести пропали 15 крымчан. О местонахождении члена регионального Меджлиса Эрвина Ибрагимова не знают ни родные, ни близкие. 25 мая он должен был поехать в судак на судебное разбирательство. Дело касалось группы активистов, арестованных оккупационными властями за проведение митинга ко дню памяти жертв депортации крымских татар. Однако быть там Эрвину не судилось. Его похитили днем ранее. Участники акции заявляют, подобные случаи на территории оккупационного Крыма не первые. За все время оккупации похищено 15 человек. Мы считаем, что хотя бы раз в месяц нужно напоминать общественности о тех людях, исчезнувших на оккупированной территории Крыма. Естественно, власти России открещиваются от этих событий. Где сейчас находится Эрвин Ибрагимов, никому неизвестно. Последний, кто разговаривал с Эрвином, был его отец. Именно он и обнаруживал брошенную машину сына недалеко от дома. На записи с камеры наблюдения видно, как машину Эрвина останавливают какие-то люди. После короткой беседы неизвестные увезли его на микроавтобусе. В международной организации Amnesty International данный факт осуждают и требуют незамедлительно освободить Ибрагимова или предъявить ему обвинение. За эти два года оккупации Крыма России мы вынуждены констатировать неутешительную тенденцию, а именно постоянные нарушения прав человека и политическое преследование тех, кто не признает власть оккупанта. По Эрвину Ибрагимову мы требуем немедленного его освобождения или же предъявить ему обвинение, если он в чем-то виновен. Эксполит-заключенный Геннадий Афанасьев считает, что таким образом оккупанты запугивают всех, несогласных с их политикой. По его информации, Эрвина Ибрагимова удерживают где-то в подвалах в Севастополе. Если эта информация подтвердится, то весь мир увидит, что Россия на самом деле похищает людей и удерживает их в подвалах за идеологические убеждения, за то, что они не хотят ставать частью Российской Федерации. С момента российской оккупации полуострова в 2014 году было похищено 15 крымчан. Их местонахождение неизвестно. Ни одно дело об исчезновении на сегодняшний день местной властью не расследовано. Владимир Гросл, Тимофей Сорокин, ВИА-ТВ. Украина может получить безвизовый режим до 24 ноября. Перед саммитом Украины-ЕС. Об этом в комментарии Deutsche Welle заявила докладчик по визовому вопросу в Европарламенте Мария Габриэль. Но сначала свою позицию должен согласовать Совет ЕС. После этого начнутся переговоры с Еврокомиссией и Европарламентом. Но уже есть сигналы сильной политической поддержки от некоторых лидеров государств и друзей Украины. Заявила евродепутат. Она отметила, что следующая пленарная сессия начнется 21 ноября. Тогда теоретически и наступит время для принятия решения. Упрощенную систему налогообложения нужно сохранить для мелких предпринимателей, заявил президент на заседании Национального совета реформ. И подчеркнул, это не касается недобросовестных крупных компаний, которые пытаются уклониться от уплаты налогов. В иных же случаях власть должна быть партнером для людей, повышать прозрачность, социальную защищенность и гарантировать перспективу. Очередным шагом налоговой реформы Петр Порошенко назвал создание электронного кабинета налогоплательщика как следующего этапа Центра предоставления административных услуг. На сегодняшний день создается электронный кабинет налогоплательщика. Ключевая антикоррупционная инициатива, делающая невозможное получение взятки. Ты в процессе сдачи электронной налоговой отчетности не общаешься. Какая-либо попытка включиться туда сразу же фиксируется и возникает вопрос. Зачем? Электронный кабинет налогоплательщика – абсолютно новая институция, которая кардинально меняет не только лицо налоговой или фискальной службы, но и кардинально меняет лицо государства. Впервые в следующем году Украина обеспечит лечение пациентов с ВИЧ, с ПИДом и туберкулезом за государственные средства. И в ближайшие два года остановит эпидемию этих заболеваний, обещает глава Минздрава Ульяна Супрун. Расходы уже заложили в бюджет следующего года, а до конца 2018-го профильное министерство планирует создать государственное закупочное агентство. Помогать Украине в финансировании проектов будет глобальный фонд в преодолении эпидемии. Благодаря его проектам впервые за 20 лет приостановлен рост смертности. Свыше 88 тысяч людей с ВИЧ получили необходимое лечение. За последние 15 лет глобальный фонд предоставил Украине 500 миллионов долларов на борьбу с ВИЧ и туберкулезом. На этот год в бюджете мы заложили дополнительных 2 миллиарда гривен, чтобы обеспечить помощь в лечении этих болезней. Вместе с дополнительным финансированием глобального фонда надеемся покрыть более 50% лечения таких пациентов. Крымско-татарская община почтила память своего земляка Ахмета Хана Султана. Сегодня ему исполнилось бы 96 лет. Дважды Герой Советского Союза во время Второй мировой войны лично сбил 30 вражеских самолетов и 19 в групповых боях. Погиб летчик в 50 лет во время испытаний реактивного самолета. Без преувеличения Ахмета Хан Султана можно назвать национальным героем крымских татар. Сын дагестанца и татарки родился в небольшом городе Алубки. Закончил Качинское летное училище и стал асом, которого боялись нацистские летчики. На его счету 603 вылета и почти 50 сбитых мессершмиттов. Дважды Герой Советского Союза, однако после войны из-за своей национальности стал ненужным советом. Только благодаря заступничеству боевых друзей стал летчиком-испытателем. А в 1956 подписывает обращение с просьбой реабилитировать крымских татар. Делегация наша поднимала вопрос не о возвращении Крыма в состав России, а поднимала вопрос о возвращении народа на свою родину в Крым. То есть у нас с самого начала национального движения не возникало даже мысли, чтобы Крым был возвращен в состав РСВСР. Мы мечтали вернуться на свою родину. Депортацию крымско-татарского народа 1944 года достоверно показал режиссер Ахтем Сейтаблаев. Летчик-ас Амед Хан Султан – один из главных героев фильма «Хайтарма». Ленту о трагедии своих соотечественников Ахтем снял в 2013-м, до аннексии Крыма. Тогда Генконсульство России запретило летчикам, ученикам легендарного Султана, участвовать в премьерном показе фильма в Симферополе. Дескать, картина искажает правду о Великой Отечественной войне. Ведь по версии советской пропаганды, крымских татар выселили с полуострова из-за предательства. Русей Таблаев говорит, сегодня история повторяется. Для Кремля крымские татары и межлис – синонимы врагов, пособники террористов. И как тогда коренной народ пытаются изгнать с исконных земель. По иронии судьбы, мечта Амед Хана Султана актуальна и сегодня. Он всю свою жизнь боролся за то, чтобы жить на своей родине, чтобы его народ вернулся и достойно жил на своей родине. И всем нам от чистого сердца желаю, чтобы его мечта и наша, крымских татар, проукраинский и проевропейский настроенных, как можно быстрее сбылась, чтобы мы жили на своей родине. Инесса Зайн, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. На этом прощаемся. Новости доступны на сайте агентства Украинформ. Всего вам доброго и до встречи.